В раннем эмбрионе очень скоро после оплодотворения появляются стволовые клетки, которые способны дифференцироваться или созревать в любую другую ткань нашего тела. Поэтому эти клетки называются плюропотенками стволовыми клетками, но очень быстро после этого они становятся специализированными. Они могут вносить свой вклад только в ткани, в которой они живут. Это тканеспецифические стволовые клетки. Таким образом, стволовые клетки в мозге производят только новые клетки мозга, а те, что в кишечнике, производят клетки кишечника. Почти все наши органы содержат небольшую популяцию этих тканеспецифических стволовых клеток. В каждой ткани многие клетки умирают, когда достигают своей нормальной продолжительности жизни или после повреждения. В некоторых тканях продолжительность жизни клеток очень велика. Клетки сердца, скелетных мышц, головного мозга и хрусталик и глаза живут очень долго, в отличие от других тканей. Продолжительность жизни клеток очень кратка, таких как кожа, кишечник и кровь. На самом деле, каждую неделю внутренняя оболочка вашего кишечника обновляется, и каждый месяц ваша кожа полностью заменяется. Это возможно благодаря тканей специфическим стволовым клеткам, которые постоянно заменяют утраченные клетки. Полагается, что тканевые стволовые клетки являются естественными антивозрастными агентами. Без этих стволовых клеток многие ткани составили в свое прежнее время, так как никакого становления не произошло бы. Однако в то время, как кожная рама заживает очень быстро у маленьких детей, по мере того, как мы становимся старше, заживление становится все труднее. Многие пожилые люди страдают от малого количества клеток крови и становятся восприимчивыми к инфекциям или анемии. Кажется очень правдоподобным, что, по крайней мере, некоторые аспекты сниженного функционирования ткани во время старения являются результатом сниженного функционирования стволовых клеток. Как могут стареть стволовые клетки? Поскольку стволовые клетки очень часто делятся в течение жизни организма, им необходимо реплицировать свое ДНК и передать ее двум своим дочерним клеткам. Таким образом, поврежденная ДНК вредна для стволовых клеток. Пациенты, страдающие заболеваниями, которые приводят к повышенному уровню повреждения ДНК, обычно имеют проблемы с регенерацией ткани и преждевременно стареют. Особый случай повреждения ДНК относится к концам хромосомок, также называемым теломерами. Эти концы немного укорачиваются при каждом делении клетки. Если концы становятся слишком короткими, стволовая клетка больше не может нормально делиться. Может быть несколько других причин, по которым стволовые клетки с возрастом работают хуже. Один из них, по-видимому, связан с процессом эпигенетики. Эпигенетика относится к программе, которая определяет, какие конкретные компоненты ДНК используются клеткой. Например, ген гемоглобина присутствует во всех клетках нашего организма, но используется только эльтроцитами. Точно так же ген инсулина используется только клеткой поджелудочной железы. ДНК в клетке обычно очень компактна, и компактную ДНК нельзя использовать, если клетке необходимо использовать участок ДНК. Например, для производства гемоглобина или инсулина эта часть ДНК должна открыться, чтобы стать доступной. Эпигенетические ферменты позаботятся об этом и локально откроют или закроют участки ДНК. Эпигенетических регуляций можно сравнить с инструкциями, которыми пользуется программа для выбора компонентов, необходимых в определенный момент времени для выполнения определенной функции. Стало ясно, что эти эпигенетические инструкции очень важны для стволовых клеток и по непонятным причинам изменяются с возрастом. Это может привести к тому, что некоторая информация станет недоступной в клетках агента. В настоящее время мы не знаем, как отсрочить старение, но если бы мы смогли найти способы поддерживать правильно функционирование стволовых клеток во время старения, ткани оставались бы более здоровыми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...